Узнать точный диагноз через интернет, управлять котельными на расстоянии, роботизация в промышленности. Все это в скором времени будет доступно на всей территории страны. Так начнется реализация программы «Цифровая экономика России». Для ее осуществления разрабатывается более 50 законопроектов на федеральном уровне. В Якутии появится свой закон, учитывающий особенности северного региона. Какие еще необходимо создать условия для успешной реализации программы в республике, обсудили на расширенном заседании при руководителе региона, разработчике программы, эксперты и члены правительства. Продолжит Юлия Михайлова. Артем второй год оплачивает за квартиру через мобильное приложение. Это быстро и удобно. Отпала необходимость ходить в кассу своей управляющей компании. Регистрировался через ЕСИА. Один раз на госуслугах зарегистрировался где-нибудь. Та же самая учетная. Тут я просматриваю свои данные, все свои услуги. А коммунальщики, благодаря интернету, регулируют подачу тепла в газовых котельных Намского района прямо из Якутска. При этом граждане экономят на оплате за тепло. То есть, находясь в городе Якутске, мы дистанционно можем регулировать подачу или потребление тепловой энергии, исходя из наружного погодного регулирования. Это внедрено с прошлого года, и мы будем максимально стараться по всей республике. Приборы учета, например, мы с прошлого года уже взяли на обслуживание северные и дальние районы. Данные из Оленька в Якутск поступают посредством мобильной связи по СМС. Автоматизировать процесс не получается из-за низкого качества связи. По программе «Цифровая экономика» цифровое неравенство должно быть ликвидировано. Есть вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Эти вопросы, скажем так, лишат не только в региональной области. Эти вопросы нужно нам решать совместно с привлечением средств федерального бюджета. Финансирование реализации программы существенно увеличится из республиканского бюджета. В 2017 году на эту программу предусмотрены 300 миллионов рублей. Я считаю, это очень мало. Нам необходимо в этом плане пересмотреть свои позиции и будем дальше двигаться. Всеобщая цифровизация захватит всех якутян. На новом уровне информатизируется медицина, промышленность, банковская, финансовая сферы. В образовании на первый план выйдет подготовка программистов. Органы власти готовы, бизнес готов. Теперь люди должны понимать, что такое цифровая экономика. И давать посыл и определять потребность. Потребность цифровой экономики должны определять люди. Юлия Михайлова, Василий Слепцов, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.